Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире И у нас два гостя Один, я думаю, вам хорошо известный Это публицист и депутат Семы Николай Кабанов Добрый день И второй уважаемый гость из Санкт-Петербурга Леонид Владимирович Ланик Кандидат исторических наук Я так понимаю Исследователь Европейского Университета Европейского университета Санкт-Петербурга И повод для появления в нашем эфире Самая что-то есть подходящая И презентация новой книги Леонид Владимирович, может быть, несколько слов О том, что это за книга Как она связана с Латвией Ну, несколько ремарок Сразу к этому проекту Дело в том, что Я по специализации германист И поэтому Конечно, есть некоторая германская призма А не строго латвийская Но, тем не менее, книга посвящена Что называется, вполне себе латвийскому сюжету А именно тому Как повлиял некто Август Винник На то, чтобы на карте мира Появились независимые Эстонии и Латвии Много, немало Да Это уже такая Определенная интрига Почему вообще Вас заинтересовал этот персонаж? И если Раскройте секрет Или чуть-чуть, может быть, хотя бы Раскройте, что был интерес Прочитать эту книгу Что это за персонаж Август Винник? Я вот подозреваю Что многие радиослушатели Не знаю Открыли рот, глаза И думают Что такое? Кто это? Ну, что само по себе Характерно Да Для ситуации в целом Ну, меня интересовал, конечно Не столько он как персонаж Сколько, в принципе Германские акторы Политики В Прибалтике И он не первый В этом ряду Но занимает далеко И не последнее место И если Охарактеризовать его То Он оказался В Прибалтике Почти случайно Но оказался Крайне вовремя Он приехал В Прибалтику Наладить связи С латышской Эстонской Социал-демократией И как раз Пока он был здесь В Германии Произошла Ноябрьская революция 1918 года И в обстановке Полной растерянности Этот Ловкий Надо отдать ему должное Партийный Опытный функционер Вдруг стал Уполномоченным Германией По всем Прибалтийским делам Внезапно И он Здесь распоряжался Тем Как закончится Германская оккупация Или как Эта германская Оккупация Будет сочетаться С провозглашением Независимости Латвии С тем Будет ли У независимой Латвии Армия Кто ее будет Кормить Кто ее будет Вооружать Сможет ли ее Кто-то защитить Пока у Латвии Нет армии И так далее То есть в принципе Это была очень влиятельная Фигура Это была фигура Типичная Для революционных Времен То есть человек Который внезапно Из никого Стал всем Но очень ненадолго А почему Вот в истории Латвии Ну как бы Эта фигура Особо не обозначена Ну наверное Профессионалы Об этом знают Но вот Я думаю Что те Кто учит историю В школе Ну вряд ли Эту фамилию Слыхали Ну на том Простом основании Что Латвия Будучи Постимперским Пространством Все-таки В основном Смотрит на Какие-то Имперские грани В сторону России А имперские грани В сторону Германии Либо не смотрит Либо не с таким Акцентом Либо Как это часто бывает События Первой Мировой Оказались Затенены Второй Мировой И посему Немецкая Окупация Второй Мировой Она вроде бы как Осталась единственной В то время как Никто не забывает О первой Окупации Ну и раз уж Есть оккупация То она Закончилась Не в один день Германские войска Отсюда не просто Так испарились И наверное Нужно было Как-то Вопрос этот Решать И посему Дальнейшие сюжеты Насколько я могу Судить О латвийской Историографии Дальнейшие сюжеты Ну скажем Бои по Цессисам Скажем Авантюра Бермонтовалова Они освещены А вот самый Может быть Щекотливый Момент латвийской Государственности То есть Про возглашение Ее независимости Как красные Вошли в Ригу Как и почему А ведь это было Нет конечно Как и почему Вдруг Правительство Ульманиса Контролировало Там пару уездов Из Курлянской Губернии И все Вот эти Щекотливые моменты Они как-то Оказались Не то чтобы Забыты А старательно Заштрихованы Почему Ну в связи с тем Что опять же Насколько могу судить Для остановления Государства Полагается Категорически важным Соответствующий Национальный миф Но в этот миф Нужно вписать Все таки Какую-то канву И если Какие-то факты Да Если канва Почему-то не удовлетворяет Мифу Тем хуже для канвы К сожалению А на самом деле Должно быть хуже Для мифа Да А может быть Такой наивный вопрос Задам А все таки Винник Он был как настроен По отношению Вот К прибалтийским землям А надо сказать Что опять же Он фигура случайная Потому как Он с прибалтикой Ну строго говоря Связан не был Не был никак Он уроженец Центральной Германии Вполне себе Пролетарского происхождения Он Сделал прекрасную Партийную карьеру В социал-демократии Германии Он был Весьма влиятельен В Гамбурге Оттуда Избирался В местный Парламент И В Прибалтике Он оказался По-настоящему Серьезно В восемнадцатом Году Просто поехав Посмотреть Какова ситуация Чтобы Затем Обсудить Вопросы Колонизации Потому как В Германии Тогда Очень серьезно Планировали Колонизировать Он приехал Сделал доклад И Понадеявшись На то Что он сможет Договориться С местными Национальными Лидерами Как раз Социалистической Направленности Его отправили Сюда еще раз И тут вдруг Помянутые Мною Неожиданные События Да Вот Николай Почему Вам Тоже представляется Вот Эта книга И этот Герой Исторически Интересен Я имел честь Написать Краткое предисловие К работе Которой Занимался Леонтий Владимирович И Владимир Владимирович Семендей В своем предисловии Я сделал акцент На Вот как раз Гамбургский Акцент Гамбургский Аспект Биографии Виннига Дело в том Что Гамбург Это не Пруссия Гамбург Это Можно сказать Атлантические Ворота Германии Это вольный город И Развернутость Гамбурга К Атлантике Можно сказать Даже К Англии К Америке Она была Тоже Очень интересным Штрихом Во всей Этой Авантюре Которую Затейл Винник Дело в том Что мне кажется Что Винник Создавал эти государства Латвию Эстонию Как Некую Альтернативу Вот Было такое понятие Дочум То есть Немецкость Немецкость Да И вот Как бы Это были две Альтернативных Германии Да То есть Это были Германии В которых Не Прусская Доминирует Начало А вот та Может быть Проанглийская Проамериканская Составляющая Но это Такое мое видение Дело в том Что если мы посмотрим На то Как развивалась Латвия Эстония В 20-е Начале 30-х Годов Действительно Здесь был Очень хороший Баланс И интересов Германии И интересов Англии Америка Тоже присутствовать Начинала Поэтому я полагаю Что В общем-то Его идеи Они были Достаточно Прогрессивными Несомненно Винник В первую очередь Заботился О немецком Меньшинстве Он Вытащил Из-под Ульманиса Вот эти Гарантии Для Ландесвера Почему Немецкие Парни Взяли в руки Оружие Ведь именно Ландесвер был Фактически Первыми Регулярными Вооруженными Силами В руках Правительства Ульманиса И он состоял Преимущественно Из балтийских Немцев Ну и немного Добровольцев Отпускников Из Германии Здесь Мне видится Все-таки Пассионарность Германцев Которые Ну скорее всего Они хотели Не столько Объединения С матерью Германии Сколько создания Своих Собственных Единиц Которые Были бы Независимы От России Потому что Россия в то время Она себя Дискредитировала На мой взгляд 17-18 год Россия Это типичный Фейлинг стейт Как говорят То есть Большевистская Диктатура Хаос И естественно От всего этого Они пытались Отгородиться Ну Мне так Видится Что все-таки Роль Виннига Она была Очень значимой К сожалению Ульманец Наплевал Потом На эти Договоренности Была проведена Грабительская Аграрная реформа В результате чего Перестала существовать Крупное помещище Земледелия И класс немцев Как Землевладельцев И В начале 20-х годов Немцы Очень много Судились с правительством Пытались апеллировать Через Лигу наций Вот Ну здесь Определенные Политические параллели Напрашиваются В общем-то Мне кажется Что Та работа Которую провел Леониде Владимирович Она чрезвычайно важна Для понимания Того Чем была Латвия В начале Своего существования Вот Вы уже практически Начали Отвечать на этот вопрос Все-таки К Леониду Владимировичу Адресую Как автор Книгу Когда вы ее готовили Все-таки Какую вы Преследовали Цель Там Не знаю Есть такое Выражение Сверхзадача Может быть Потому что Ну Мы констатировали Что да Это действительно Может быть Заметная Историческая Персона Того периода Но тем не менее Такого уж Совсем глубинного Следа Может быть Она не оставила Впоследствии На прибалтийские земли Почему для вас Было важно Это сделать книгу Она ведь не только Задумана для профессионалов Нет Конечно Не только для профессионалов Более того На самом деле Если Будет возможность Убедиться Винник же Потом стал писателем Писателем Профессиональным Правда Данное его произведение Это начало Его деятельности Но Пером он все-таки Владел Или по крайней мере Был уверен В себе И Потом он стал Маститым писателем Так что читать его Я надеюсь Будет не так уж и сложно Это раз Поэтому художественные Достоинства Они тоже мотивировали К тому Чтобы его перевести Ну и потом Честно сказать Меня интересует Германская сторона Проблемы И не только Применительно К территории Современной Латвии Но Если мы берем Так называемую Первую германскую Оккупацию То есть 1915-1919 Годов То По продолжительности Ее Лидирует Литва И Латвия И поэтому Если судить Об оккупации Не просто с позиции Пришли Ограбили И ушли А все-таки С позиции Долговременных Ее последствий То наверное Лучшего объекта Нельзя найти И потом Там где оккупация Рухнула быстро Или где Она Окончилась Сравнительно Организованно Как в Финляндии Или там В Грузии Где тоже были Германские Оккупационные войска Это один сюжет И совершенно другой Там где Оккупацию Быстро Не окончишь А события Требуют Решений Причем События Такие Которые Могут иметь Всемирное Историческое Значение Вот я Такого Вопрос Задам Не знаю Может быть Отчасти и политический Не столько и исторический Когда еще собиралась Недолго Это была комиссия историков Совместная Латвия и Россия То первую тему Которую они решили Вообще обсуждать Это все Что связано С Первой мировой войной Вокруг нее И в принципе Сами историки Не скрывали Что это такая Наименее Как бы Болезненная тема Потому что Если подходить Ну как они считали Подходить К 40-му году Да То там уже Сразу начинается Пресловутый вопрос Оккупации Понятно Мнение В основном Ну большинства Российской части Этой комиссии историков Ну они и так И не добрались Я так понимаю И первые только начали На этом заседании Закончились Вот Вы согласны с тем Что Вот Первая мировая Вполне такая Благодатная тема Для взаимодействия Латвийских и российских И историков Только чтобы не касаться Вот темы Этой советской Была Окупация Инкорпорация И так далее Ну я бы Во-первых Хотел отметить Что в принципе Мне кажется Что опыт взаимодействия Был удачным Да он был не быстрым Но на мой взгляд Сближение подходов Наметилось Определённые результаты были Потом В 2014 году Этому был положен конец И возможно Там деградация пошла Но По-моему Было показано Что перспективы есть Я бы не сказал Что это Менее болезненная тема Но может быть Именно с этой темы Стоило бы начать И если удастся договориться Там Возможно Удастся потом Как-то Сблизиться И по другим вопросам Потому как Первая мировая война Она В кавычках Хороша тем Что там Многие Побывали По разные стороны Фронтов Потому Вот Бинарные оппозиции На тему Там Мы несчастные А вы угнетатели Они Применительно К первой мировой Тем более Гражданской войне Не работают Особенно Явственно Так что Ну Я только один пример Приведу Когда в России Слушают Упреки На тему Там Это вы Большевистские угнетатели Очень хочется спросить А кто же по национальности Был главком Вооруженных сил РСФСР В Ацетис Да Интересно Кто был первыми Заместителями Держинского По национальности То есть Когда начинается Отождествление Там Большевики Красные Русские Ну Что ж Давайте будем Последовать Да Ну На это всегда Следует Другая Отговорка О том Что Вот это Не были Граждане Латвии Они Сменяли Из нашей Страны И мы За них Ответственности Не несем Ведь Там Сейчас Обсуждается В Сейме Николай Николаевич Не даст Собрать Вопрос Реституции Еврейской Собственности Такая Болезненная Чувствительная Тема Для Ластического Эстеблишмента Они Тут же Говорят Ну Понимаете Ну Нашего Государства Не существовало Ну Вроде бы Расстрели Убивали Но Мы Тут Вообще Как бы Ни при чем Да Так И Никому Ничего Не должны Вот Николай Николаевич Может быть Вы Что-то Добавите Я хочу Сказать Что Континуитет Это Такая Интересная Штука Получается Как Выключатель Лампочка Есть То То Я включил То Я выключил Да То В итоге Она горит 100 лет Но В определенные Моменты Она Вроде бы Не работает Но На самом деле Я хочу Сказать Так Что В 1941 Году У Латвийской Республики В доктрине Континуитета Существовал Легитимный Представитель Это был Посланник Латвии В Соединенных Штатах Алфредс Билманис И я Обобщил Все его Донесения Все его Информационные Материалы В книге Тайны Латвийской Дипломатии Вот что Я вам хочу Сказать Что За 41-44 Годы Там нет Ни одного Упоминания О том Что Репрессии И уничтожение Евреев Холокост Проводились В Латвии Руками Коллаборационистов Этого Этого Там нет Там появляется Только упоминание Глухое Про деревню Абрана И то Не Абрана А Аудрине Через несколько месяцев После того Как она была И в то же самое время Там есть совершенно Такие удивительные Сообщения О том Как в Риге Восстанавливается Жизнь Как здесь Работают кинотеатры Это в годы Нацистка Да Как здесь Трамвайное сообщение Действует Вот такие детали Почему-то Такие детали До них доходили А ведь на самом-то деле В принципе Все очень просто Была связь почтовая В рамках Остланда Связь почтовая С Германией А из Германии Можно было Направить письмо В Швецию И она тоже доходила И таким образом Из Швеции Можно было Получить письмо В Соединенных Штатах Америки Так что Через месяц Гарантированно Можно было Получить любую Практическую информацию Из Латвии Достоверную Вот И вот эта Лицемерная Позиция Латвийских Официальных Представителей Говорит о том Что они пытались Затушевать Те неприглядные Страницы Деятельности Коллаборационистов Которые имели Место В 41-44 Годах В Латвии Тоже интересная Тема Для вас Ну Тут Поскольку Я все-таки Первый мировец То по Второй мировой Я могу Отделываться Там Более Может быть Короткими Но по-своему Наверное Такими Кричащими Заголовками Я например Ставил опыт Спрашивал У не специалистов Ну и там У старшеклассников У студентов Скажите пожалуйста Когда Соединенные Штаты Объявили войну Нацистской Германии Какого числа И какого года Да и какого года Тоже следует Спасить Правильный ответ Был никогда На том простом основании Что США Никогда не объявляли Войну Нацистской Германии Это Гитлер Как известно Объявил войну США И я спрашивал их Скажите пожалуйста А как же так то Что в Соединенных Штатах Не знали что такое Третий Рейх В Соединенных Штатах Не было людей Которым Это было Мягко говоря Важно Соединенные Штаты Не обладают Самой крупной Еврейской общиной В мире И так далее То есть Поэтому Тут можно задать Очень много Неудобных вопросов Даже не вникая В местную ситуацию Я думаю Что технически Конечно Соединенные Штаты Просто не видели Как они могут Осуществлять войну Иначе как на океане Потому что Ну в 41 году Еще Сама концепция Использования Вооруженных сил Германии Америки За пределами Была только В стадии разработки Изенхауэр Тогда На Восточном берегу Только собирал Свои Первые вообще Моторизованные силы Но не об этом Я вот хотел задать вопрос Мы сегодня были Леонид Владимирович В военном музее И вот буквально Может быть Несколькими фразами Какое впечатление От совершенно новой экспозиции Которую я тоже Сегодня впервые везем А вот эту интригу Мы как раз сохраним После перерыва Небольшая полна новости Рекламу Не переключайтесь Микс Ньюз Продолжаем Вот В прямом эфире Леонид Владимирович Ланик Наш гость Кандидат Исторических наук Из Санкт-Петербурга Из Европейского университета Вот и Николай Кабанов Публицист И депутат Сейма Вот как раз Николай Николаевич Поучаствовал Со мной В качестве Соведущего И даже Обратился К нашему гостю Впечатление Военного музея Мы обещали Во второй части С этого начать Несколько слов С учетом свежести Впечатлений Разумеется Положительные Может быть Единственное Что хотелось бы Еще глубже вникнуть Понятно Что у историков Всегда При просмотре Есть определенные Добавления Замечаний Комментарий Но общие оценки Это не меняет Конечно Наверное Какое-то соотношение Сюжетов Оно иногда удивляет Иногда наоборот Радует Но мне кажется Что это замечательно Потому как Этот музей Ну скажем Российскому Зрителю Показывает то О Первомировой О чем он никогда В жизни не задумывался Что касается Материальной стороны Вопроса Мне кажется Что при условии Дальнейшего развития Тоже Можно остается Только похвалить И Безусловно Если бы Музей продолжал Эту работу Ну я думаю Что и российское И историческое сообщество С удовольствием Откликнулось бы С какими-то Комментариями Потому что На смену героики Красных латышских стрелков Которые там До семнадцатого Не подозревали Что они красные Все-таки Должна прийти Какая-то Более взвешенная Позиция И сюжет Достойный Дальнейшего Изучения Не только Применительно К революционной Борьбе Как Первомировист Доволен Что называется Хорошо Так Чтобы Закончить Может быть Эту тему Книги Могут ли Режане Увидеть Эту книгу Почитать Купить Какая ситуация Ну Мы надеемся Что смогут Дело в том Что книга Что называется С пылу с жару В прямом смысле И Основной тираж Вот Сейчас Начнет Поступать Конечно Нам хотелось Чтобы Русскоязычная Литература О Прибалтике Была интересна России Потому что Она русскоязычная И была бы интересна Прибалтике Потому что Она о Прибалтике Да Поэтому Мы надеемся Что Эта книга Придет Что она Будет здесь Прочитана Она не такого Большого объема Но тем не менее Она такого Живо Публицистического Жанра Это не чистая Военная история Это Мемуаристика С какими-то По-своему Ехидными Комментариями В адрес Местной Специфики Так что Не может быть Опасений Что это будет Как Толстой писал Дерста Колонна Марширта И так далее Нет Это Живой рассказ Про политические Интриги Мне кажется Что это Может быть Интересно Николай Николаевич Да Я думаю Что Как и все Книги Которые выпускало Издательство Историческая память Оно найдет Своих благодарных Читателей В Латвии Да Вот Говоря о других Темах Это конечно Не связано С первой мировой Связано Со второй Мировой Все имя Продолжится Дискуссия По Провокационной Такой инициативе О сносе Памятника Освободителям Как раз Из комиссии По мандатам Этики Перекочевал Эта инициатива Перекочевала В том числе В комиссию В которой вы работаете Николай В комиссию Ваш прогноз Мы знаем позицию МИДа Которая видимо Не хочет допускать Еще большего Ухудшения В ответ Информация О том Что Национальное объединение Инициировало Создание Рабочей группы Во главе С Янисом Домбровой Ну Те кто следят За политикой Знают Позицию Этого Молодого господина Я думаю Что это Ну вот Серии Пустили Совкурятник То есть На самом деле Конечно Это Страшный Кошмар Для Министерства Иностранных дел Поскольку Это будет Нарушение Всевозможных Соглашений Протоколов НОТ И так далее Потому что По этому памятнику Оказывается Имеется Целая папочка Переписки После того Как его пытались Взорвать В 1997 году Министерства Иностранных дел Обменялись Разными документами В которых Этот памятник Был признан Латвией Подлежащим Сохранению И Я думаю Что Министерство Иностранных дел Исходит из Профессионализма И корректности Поэтому С решением В его интересах Допускать Какую-то Политическую Авантюру Вокруг Этого Памятника Которого Может Дорого Обойтись Латвии Во всех Отношениях Я не буду В дальнейшем Развивать Я думаю Что Слушатели Поймут О чем Я говорю Что Касается Позиции Других Депутатов То Мне Известный Оптимизм Внушил Предложение Господина Ойра Калныша Заместителя Председателя Комиссии По иностранным делам Вообще Никакую Рабочую Группу Не создавать И ограничиться Дискуссией В комиссии Которая В принципе Для того И создана Чтобы решать Вопросы Касающиеся МИДа И Компетенции Внешнеполитических Вопросов Безусловно Но мне бы хотелось Чтобы Рижская дума Тоже Имела Свою позицию По этому делу Потому что Когда я Пару недель назад У одного Высокопоставленного Депутата Поинтересовался Судьбой Этого памятника И позиции Рижской думы То внятного ответа Я не получил К сожалению Понятно Вот Как вам кажется Что касается Этой всей истории И с возможным Сносом памятника Это что Это провокация Или это просто Хорошо продуманный Тоже ход Такой политический Чтобы еще больше Обострить отношения Латвии и России Ну Вы понимаете Опять же И когда смотришь На это Из глубины России Из толщи Российского Исторического сознания То первая задача Это конечно Преодолеть Первую Эмоциональную реакцию Потому что Ну Наверное Все Слушатели Представляют себе Что в России Реакция В Риге Сносит памятник Освободителям От нацистов Она Ну Она недвусмысленна Но Мне как историку Все таки Хотелось бы Там Аналитически Подходить к вопросу И Не задавать В ответ На провокации Не задавать Ну Вопросы В продолжении Темы То есть Вот как Сократ Делал Да Он задавал вопросы До тех пор Пока человек Выдвинувший тезис Не убеждался В собственной глупости Я бы мог Этим заняться Но это долго А потому Мне хотелось бы Тогда спросить Если Есть ли У инициаторов Этой акции Некий вариант При котором Памятник Остается Или Этого не может быть Потому что Не может быть Никогда И вопрос Второй Начиная С какого Срока Давности Памятник Воздвигнутый Той или иной Армией Переходит Из категории Там Память Вернее Знака Победы Переходит В категорию Культура То есть Если он Все-таки Не перешел В категорию Культуру Укажите нам Пожалуйста С какого момента А если Такого нет Вообще Ну Будьте Последовательны Я думаю Что Можно Еще В Риге Найти Массу Объектов И повзрывать Здесь Много Чего Да Вот Говоря Все-таки О вашем Профессиональном Интересе Как историку Именно По событиям Первой мировой войны И все Что с этим связано Оставлюсь ли На вас взгляд Какие-то еще Ну не знаю Белые пятна Или какие-то моменты Которые вам Как профессиональному историку Хотелось бы исследовать Вам что-то непонятно Вам это интересно И вы будете этим заниматься Я почему говорю Потому что казалось бы Ну уже за столько лет Да Так сказать Уже ну практически Изучили все Хотя вот на примере Вот господина Виннига Показывает Что оказывается Не все Ну тут Как всегда Что все новое Это хорошо забытое старое Тут такой момент Мне кажется Здесь Несколько Расколотых Традиций Которые Развивались Почти Параллельно Друг другу И даже в упор Не видя друг друга И на мой взгляд Сто лет прошло Пора бы Перевести Это из плоскости Политики В плоскость истории И склеить Достижения То есть Есть безусловные Достижения У советской историографии Какая бы она там Не была предвзята Они есть Есть безусловные Достижения Это нельзя отрицать Ну Некой необходимой Фактологии И насчет этого Попытаться склеить Более Убедительную версию Это возможно Историзация Она всегда была Мне бы еще хотелось Здесь такую Добавить Деталь Дело в том Что в Латвии На мой взгляд Не существует Еще комплексного Труда О боевых действиях В эпоху Первой мировой войны Именно на территории Латвии Чтобы там были Детально описаны Все сражения Все А их там было немало Причем Когда мы сегодня С Леонидом Владимировичем Ходили по местам Мы видели стенды По разным операциям В этих операциях Погибло Несколько десятков Тысяч человек В каждой На секундочку Завтра Латвия будет отмечать Трожественно Столетие цессийских боев В цессийских боях Количество убитых И раненых С обеих сторон Исчисляется Несколько десятками То есть в принципе Это локальное Вооруженное столкновение Можно так это назвать Это называют уже Боями Сражениями А что мы знаем Например Об Оллинской операции Предположим Фактически Вся история Боев Первой мировой войны В Латвии Известная школьникам Она Символизируется Боями на острове смерти То есть Пулеметная горка Рождественские бои Там 17-го года Извините Что здесь происходило В 15-м году В 16-м году Здесь фронт Фактически стоял Три года И все эти три года Обе стороны пытались Путем различных Ударов Так или иначе Вклиниться в оборону Противника И погибло Гигантское количество людей И до сих пор Поисковики находят Эти все артефакты Эти медали Моя коллега Регина Лочмеля Лично откопала Буквально Вот в песке Эту медаль С Георгиевской лентой Первой мировой войны Сохранилась Эта Георгиевская ленточка Представляете То есть Через сто с лишним лет До сих пор Находят Снаряды Не разрывавшиеся То есть Первая мировая война Это буквально У нас под ногами Это действительно Очень уникальный Мне кажется Период Который мог бы Показать Что Латыши и русские Были именно Вместе Потому что Ну не было Никаких латышских Коллаборационистских Формирований В Первой мировой войне Потому что Все латыши Как один Воевали За За свою землю Это может быть Какой-то банальный вопрос Но тем не менее Я так понимаю Что Без Первой мировой Не было бы второй То есть Причина Следственная связь Налицо Ну я вам так как Представитель особой Еретической секты Скажу что Вообще говоря Я готов здесь Довольно долго доказывать Такой тезис Вторая мировая Это всего лишь Попытка Переиграть Итоги Первой Частично Удавшиеся И то На какой-то период Поэтому всерьез Говорить что Первая это была Когда-то там А вот потом Началась вторая На самом деле Вторая это Что называется Подолжение первой Второе представление Ну и Тут масса примеров Когда Маршал Фош Узнал Глава союзных Войск Контанты И так далее Когда он узнал О детали Версальского мира Он сказал Это не мир Это перемирие На 20 лет Ну извините То же самое Как в воду глядел Гамилен Гамилен Который командовал Французскими войсками На Западном фронте Ведь он же был Генералом Первой мировой Конечно Да И он как раз Командовал Французскими войсками Во время так называемой Странной войны И его мышление Оно сохранилось Со времен этого Окупного противостояния Потому они засели В этом На линии Можиной И они думали Что вот сейчас Немцы будут нас атаковать А мы их Из этих дотов Значит всех Расстреляем А немцы Просто Сделали ход конем И бритскрик провели Тут более того Это не мое замечание Но оно Редко Кем Должной мере учитывается Если мы посмотрим На тех Кто определял Судьбы мира Не только в 40-х А в 50-х И даже в 60-х Это все люди Молодость которых Первая мировая Смотрите Никита Сергеевич Хрущев 1894 год рождения Иосиф Брос Тита Маутзе Дун Шарль Деголь Вот эти все люди Не то что когда-то там А там До 60-х И даже до 70-х То что они помнят И как они видят этот мир Это призмы Первой мировой Что вы еще Что у вас еще Готовится Как бы К выходу Чем работаем Ну тут На самом деле Одно тянется За другим Потому что Начал я с мемуаров Рюдигера фон Дергольца Весьма себе Тоже Нечуждые фигуры Да И мемуары Вышли на русском 5 по-моему Лет назад Потом Был сборник Бои в Прибалтике Это Вермахт В свое время Издавал Для своих Афит Напоминал им Как это Вообще Воевать Там на Востоке Готовился Потому что эти книжки Вышли в 37-38 годах И они якобы Исторические А на самом деле В них так проскальзывает Ну это Хозяйки на заметку Инструкции на будущее Вот Плюс Есть целый ряд сюжетов Связанных с русским Белым движением И те кто Позиционировался Как русские Неважно кем они были По национальности Там вот например Князь Ливин считал себя русским Хотя он Князь Ливин Ну то есть он С тем же успехом Может быть и латышом И немцем И адъютант У него был Курт Васильевич Фон Братс И тоже говорит Я русский офицер Понятно Так что найдется Еще Найдется Завершаем Может наш Эпиду Николай Николаевич Все таки Как вам Кажется Что бы еще Не хватало Может быть Какой-то Вы дадите Такой Дружеский совет Или поручение Вашему Коллеге Питерскому Историку Я хочу сказать Что Леонтий Владимирович Сочетает в себе Два Мне кажется Необходимых Качества Так как Он Будучи профессиональным историком Еще и в совершенстве Владеет немецким языком Я так понял Из скромности Он не рассказал О своем опыте работы Во Фрайбурге В университете В архиве В военном архиве То есть Я очень рад Что у меня есть Такой Коллега В Питере Потому что У нас еще был Такой опыт работы Над документами О латвийско-германском Пакте о ненападении Я В архивах Латвии Откопал Много Оригинальных Документов Но они были Исполнены На немецком языке И для публикации В российском Журнале Восточноевропейских Исторических Исследований Как раз Переводил их Леонид Владимирович Да И вот Может быть У него есть Пара замечаний По этим документам По латвийско-германскому Договору Июня 1939 Какое впечатление Составилось Ну Дело в том Что Там Нужно открыть завесу По поводу документов Там еще была Очень качественная Монография Написанная В конце 80-х И надо сказать Что на уровне Некой Аман На уровне Объективности Которая не снилась Современным историкам По обе Или там По все стороны Баррикад И когда я стал Его читать В хорошо знакомой Да Такой германской Манере Которую там Все остальные Наверное полагают Занудной Ну а я как-то Уже претерпелся Когда я стал читать Для меня Совершенно иначе Раскрылась Эта тема И наверное Впервые За свою жизнь Я Ну вышел На какой-то Иной уровень Понимания Того Как Прибалтика Вовлечена В события 39 До этого Все равно По понятным причинам Для меня Это было Дихотомия Россия и Германия И кто первый успеет А вот тут Совсем по-другому Заиграло Да Иными красками И поэтому Я даже по-своему Во-первых Благодарен за то Что мне в принципе Дали взглянуть На эту проблему Просто не попадает В сферу исследования А во-вторых Я считаю Что если бы удалось Вот так Смотреть на вещи То удалось бы Из тупика выйти А пока в дискуссии Тупик Будем говорить А может быть Я так сказать Догадаюсь Ваших мыслей То есть Вы считаете Что Прибалтика Могла быть самостоятельным Актором В 39 году Нет Но Дело в том Что в истории Есть масса примеров Когда Лавирование Оказалось Более Умелым Или по крайней мере Надо Отдавать себе Отчет Что это лавирование А когда мы в упор Не желаем признавать Ну Границ возможных Политика Это как известно Искусство Возможного Когда нам начинают С позиции невозможного Рассказывать сказки О том Что Как же так получилось Что были иные варианты Вот мне кажется так Леонтий Иванник И Николай Кабанов У нас были в студии Большое спасибо Спасибо Спасибо